Итак, друзья, надеюсь вы освоили технику подключения к тегам для применения стилей. Сегодняшним уроком мы завершим изучение HTML. Конечно, владеть техникой применения стилей к HTML тегам для редактирования шаблонов WordPress просто необходимо. Но также очень важно разбираться в самых популярных тегах и знать для чего они используются. Но не волнуйтесь, сейчас я вам все расскажу. Итак, давайте разбираться в самых часто используемых тегах. Теги, div и section. Мы уже сталкивались с тегом div на прошлом уроке. Вспоминайте, этот тег предназначен для обозначения области раздела или какого-то блока. Он может включать в себя еще сколько угодно тегов div и не только их. Section, собственно, предназначен для того же самого, только используется в более глобальном смысле. Тег section используется для обозначения какого-то раздела и, как правило, включает в себя дочерние элементы в виде тега div. Это проще всего показать на примере. Посмотрите, вот блок преимуществ, который мы очень часто можем встретить на одностраничных сайтах. Вот этот весь блок обозначен тегом section, который состоит из мини-блоков, то есть подразделов. Вот этот, вот подраздел, вот подраздел и вот подраздел. Все эти подблоки обозначены тегом div. То есть section это раздел сайта, который включает в себя дочерние блоки, объединенные по смыслу или общей тематикой, которые в свою очередь оформляются тегом div. То есть section очень часто включает в себя теги div. Это как бы его составные элементы. Кстати говоря, в шаблонах WordPress я почти нигде не встречал использования тега section. А вместо этого повсеместно, просто поголовно используется тег div. Итак, мы идем дальше и переходим еще к одной паре тегов. Heater и footer. Heater применяется для создания шапки сайта. Вот она. Здесь может быть размещен логотип, контактные данные, кнопка обратной связи и навигационное меню. Относитесь к тегу header как к тегу div или section, но который возможно применить только исключительно для обозначения шапки сайта. То есть по факту header это как бы тег div, состоящий из других дочерних div, например, один div для обозначения шар, для обозначения логотипа, другой div для обозначения с телефона, другой div для обозначения адреса, имейла и третий div для обозначения кнопки обратной связи. То есть header также применяется для группировки элементов сайта, в данном случае элементов шапки сайта. Вот пример кода шапки сайта. Я думаю здесь все наглядно и понятно. Тег footer имеет точно такое же предназначение, что и header, но только в отличие от header он применяется для обозначения подвала сайта. Тут в принципе все просто для понимания. Эти два тега, они идентичны, просто используются под разные цели. Я уже упомянул, что шапка сайта может включать в себя навигационное меню. Меню оформляется тегом nav, что означает навигацию, а внутри тега nav расставляется иерархия с помощью тегов, обычно применяющихся для создания списков. То есть внутри тега nav мы ставим tag ul, основное предназначение которого создавать маркированный список. А внутри тега ul мы создаем пункты меню через тег li. И эти теги li обычно используются под оформление элементов списка. Но в данном случае они используются для оформления пунктов меню. После перечисления пунктов меню мы закрываем тег ul, а затем закрывается тег nav. Далее мы рассмотрим теги для оформления текста. Давайте начнем с заголовка. В заголовке оформляются тегами h1, 2 и 3 и так далее. Где h1 самый важный заголовок, h2 менее важный и так далее. Например, заголовок сайта будет обрамлен в тег h1, так как он самый важный. Заголовок блока в h2, а заголовок подблока в h3. Такая иерархия нужна для построения правильной структуры сайта с целью расстановки приоритета важности элементов нашей страницы. Что явно помогает поисковикам правильно и оперативно определять тематику вашей страницы с целью корректной выдачи информации по запросам пользователей. Расстановкой у такой иерархии по заголовкам браузеры как бы просят нас помочь поисковикам обрабатывать информацию и запросы по сайтам. Теперь мы перейдем к знакомству с тегом p. С ним мы уже сталкивались. Тут все очень просто. Этот тег позволяет оформить текст с новой строки. По факту для оформления текста на сайте чаще всего используется именно тег p. Мы смотрели до этого много примеров с ним, поэтому на нем особо и не будем останавливаться. Далее бывает так, что на сайте в одном предложении необходимо к одному слову или набору слов применить какие-то особенные стили. Например, внутри параграфа к одному слову необходимо применить какой-то цвет. В этом случае мы открываем тег p, прописываем какой-то текст, а перед словом, которое необходимо изменить, открываем специальный тег span. После чего прописываем это слово, которому необходимо применить особенные стили. Закрываем тег span, затем идет продолжение текста и закрывается тег p. Применение стили для особенного слова будет происходить через вложенные селекторы. Итак, мы обращаемся сначала к параграфу, а затем к тегу span, с помощью которого оформили специальное слово и применяем стили. Если же вам нужно какое-то слово в параграфе выделить жирным шрифтом, то вместо тега span используйте тег strong. И в этом случае ничего в стилях прописывать не нужно, так как этот тег на автомате и по умолчанию выделяет участок текста жирным стилем. Но если у вас будет возможна ситуация, что на каких-то разрешениях экрана вам не нужно будет применение жирного стиля, то лучше всего тег strong не использовать, а применять для определенных разрешений стилистику жирности через стили. Об этом мы будем говорить на следующих уроках. Теперь мы рассмотрим очень важный тег, который позволяет присвоить любому элементу сайта функционал ссылки. Это тег A. Помимо классов и айдишников он может иметь два очень интересных атрибута. Например, давайте слово перейти внутри параграфа выделим в тег A. Во-первых, тег A имеет атрибут шрифт и записывается он вот так. Этот атрибут необходим для настройки переадресации при клике по тому элементу, который обрамлен в тег A. В тег A можно обрамлять все что угодно, текст, изображение, кнопку и даже отдельные разделы сайта, которые оформлены тегом div или section. В качестве значения атрибута шрифт мы должны указать ссылку на ту страницу, куда должна происходить переадресация пользователя, в данном случае при клике по слову перейти. Также мы можем определить, как проводить переадресацию в этом же окне браузера или в новом. Для этого мы вводим атрибут target. Если хотим не производить переадресацию, а открыть новую страницу в новом окне, то указываем значение пробел бланк. То есть это значение позволяет не производить переадресацию в этом окне, а открыть страницу, на куда должна происходить переадресация, как бы во новой вкладке. Для того, чтобы настроить переадресацию для раздела сайта, нам необходимо заключить соответствующий тег div или section в тег A. Например, мы имеем вот такой блок для настройки переадресации, и нам нужно этот тег div, который отвечает за формирование блока, оформить внутри тега A. Вот так. И прописать все необходимые свойства. Иногда бывает, но, кстати, очень редко, чтобы при клике по определенному элементу происходила не переадресация, например, скачивание какого-то файла. Для этого есть специальный атрибут, где указывается значение. Но это используется крайне редко, поэтому я оставляю вам изучение данного вопроса на самостоятельное исследование. Вы можете найти ответ на данный вопрос в справочнике, про который я рассказал на прошлом уроке, и ссылка на который будет также в этом видео. Далее мы рассмотрим очень часто встречающийся тег button. Он нужен для создания кнопки. Все, что вам нужно сделать, это открыть и закрыть данный тег, а внутри него прописать тот текст, который будет размещен на кнопке в качестве ее названия. Для того, чтобы настроить для кнопки функционал переадресации, то есть для того, чтобы при клике на нее срабатывала переадресация, данный тег button необходимо заключить внутри тега A, то есть внутри тега для создания ссылок, и указать у ссылки соответствующие атрибуты шрифт, то есть адрес, куда должна происходить переадресация. Кстати говоря, у ссылки может и не быть атрибута target, но атрибут шрифт должен быть обязательный, иначе функционал переадресации работать не будет. Помните об этом обязательно. Иногда просто необходимо использовать одиночный тег BR. Он предназначен для создания пустой строки между элементами. Все, что нужно сделать, это установить данный тег сразу после того элемента, после которого необходимо вставить пустую строку. Хотя я вам не советую его использовать, так как для этого в CSS применяются маржины, но об этом на следующем уроке. Также очень часто применяемым одиночным тегом является тег image. Он предназначен для размещения изображения. Помимо атрибута класса и айдишников, он имеет атрибут SRC, который отвечает за подгрузку самого изображения, и в качестве значения имеет ссылку либо на изображение из интернета, либо на изображение из файлов сайта. Посмотрите, наше изображение сити располагается в папке image, которая размещена в главном каталоге, поэтому ссылка у нас будет иметь следующий вид. Если бы изображение располагалось сразу в главном каталоге, то бы имело вот такой вид, и мы бы в пути на ее местоположение не указывали папку image, а сразу бы ссылались на название изображений. После названия изображения обязательно через точку указывайте тип файла, иначе изображения не подгрузятся. Также для тега image вы можете настроить функционал ссылки, заключить тег image внутри тега a. Далее мы рассмотрим последние два тега из самых часто встречающихся. Они применяются в создании форм обратной связи. Обычно сама форма оформляется двойным тегом forms, который включает в себя дочерние теги input и label. Label – это описание для поля формы, а input – это само поле формы. Более подробно вы можете почитать о них в справочнике, ссылка на который будет под видео. Кстати, к этому справочнику я советую вам обращаться всегда, если у вас возникают вопросы по написанию того или иного тега. В рамках работы с WordPress вам просто нужно знать и понимать, за что отвечает input, а за что label. Изменения формы WordPress мы будем рассматривать далее по курсу. А сегодня вам просто нужно знать, какой тег за что отвечает. Итак, с изучением основных тегов, да и основной теорией по технологии HTML, которая пригодится вам для редактирования шаблона в WordPress, мы закончили. Под видео есть домашнее задание. Пройдите все вопросы, напишите код по изменению дизайна и пришлите свое решение. На следующем уроке мы приступаем к изучению применения стилей, рассмотрим самые популярные и поймем, как же все-таки по-настоящему создаются собственные дизайны для сайта и как нам применять свои личные креативные решения по дизайну к довольно ограниченному шаблону на WordPress. Продолжение следует... Продолжение следует...